Доброе утро! Мы будем вдвоем и думаю, что Алексей расскажет вам про наш проект, что это вообще такое, для чего мы это сделали и что мы там вообще будем петь. С удовольствием. У нас есть еще наш четвертый участник проекта, который с нами в организационных моментах участвует, взял на себя всю эту билетную книжку. Владимир Симонян, который сейчас, наверное, где-то икнет вдалеке, потому что мы о нем вспомнили. И Максим Любачевский. Начнем, наверное, с Макса, потому что он сейчас далеко. Скажите вообще, в принципе, как появилась идея этого проекта и в чем его суть? Почему вдруг мужчины запели о любви? Ну, о чем еще мужчинам петь? Давайте откровенно. Вообще много о чем, но тем не менее все строится на любви. Особенно на любви к прекрасным дамам. В первую очередь. А как вообще появилась эта идея? Это я придумал. Я задумал эту идею. Но как-то одному было скучно. И увидел где-то года полтора назад на мероприятии Лешу. Он блестяще просто пел. Я подошел с ним, познакомился. А Максима Любачевского я знаю давно. Это мой уже старинный друг. Вот так вот мы это и задумали. Отобрали репертуар. И вот так вот и решили 29 мая. То есть три человека, которые хорошо поют, просто объединились. Надеюсь, хорошо поют. Объединились для того, чтобы сделать это. Просто будет как концерт, будут отдельные просто номера исполнять. Или вы, учитывая, что сцена украинского театра, это как-то будет похоже на какое-то представление театрализованное? Ну, это будет такое одно большое цельное действие, в котором будут и трио, в котором будут и сольные проекты, и мировые хиты. И все это будет, как нам кажется, очень гармонично. Так что запомнится абсолютно всем, кто придет, не пожалеет. Вы будете исполнять и французские песни, и украинские, и англоязычные. А скажите, авторские песни будут? Обязательно. Обязательно будут авторские песни. У кого-то, может быть, чуть больше, у кого-то чуть меньше, потому что я пою только в основном песни авторские. Но специально для этого концерта, конечно же, взял несколько каких-то известных, хороших произведений, но которые публика от меня могла бы ждать. То есть совсем прямо неожиданного, допустим, от меня не будет. Но вот Алеша удивит и испанским языком, и французским. По какому принципу, в принципе, подбирался репертуар? Вы знаете, подбирался по принципу порадовать всех, кто придет разного возраста. Потому что, судя по тем эфирам, которые были на других каналах, то есть звонили люди, которые выигрывали билеты, они были разного возраста. И поэтому очень хочется угодить всем. Так, конечно, никогда не бывает. Но мы приложим максимум стараний, и будут, конечно, золотые 80-е в разумном количестве. Будут современные интерпретации, так называемые каверы на замечательные песни. Ну, в общем-то, приходите и все увидите. Концерт состоится 29 мая в 19.00 в Украинском театре. Это будет единственный концерт? Или вы планируете еще какое-то количество концерт? Ну, у нас сейчас идут такие плотные переговоры о том, чтобы сделать эту программу и в других городах. Но это вообще вопрос немножко не к нам, скорее к нашему продюсеру концерта Владимиру Симоняну. Но идут плотные переговоры. Во многом, конечно, зависит от того, как Одесса, как одесская публика примет. Потому что, ну, одесская публика, она, конечно, очень своеобразная в самом хорошем смысле этого слова. Если принимает Одесса, то в других городах проблем быть не должно. Абсолютно верно подметил Слава. Поэтому, скажем, многие достаточно известные исполнители в Украине, но не в Одессе, сюда не едут. Потому что, ну, очень-очень... Попаивается одесская публика. Да, одесская публика очень избалованная. И поэтому удивить кого-то очень чем-то сложно. Но я уверен, что у нас получится. Да, мы же одесситы. Мы именно этим и займемся, на самом деле. Потому что у нас, по сути, уникальный проект. Потому что три абсолютно разных исполнителя собрались. Вот Леша, его отчасти можно назвать более классическим исполнителем. Потому что он может как спеть и хорошую эстраду, так и какую-то хорошую классику. Я, например, пою более какие-нибудь там такие эстрадно-шансонные вещи. Максим Любачевский в первую очередь известен как шикарнейший инструменталист. То есть саксофон, который, естественно, тоже будет у него в руках. Это, конечно, что-то волшебное просто. Но и он тоже исполнит и свои авторские песни, и какие-то большие знаменитые хиты. Плюс это все живой звук. Это лучшие музыканты в городе. Это прекрасный свет. Это, опять же, это Максим Любачевский, Алексей Рябоволик и ваш покорный слуга. Поэтому это будет хорошо. В программе еще заявлено исполнение рок-группы из крипичного трио. Это вот этот самый живой звук. Костяк собрался из музыкантов, которые вот со мной очень давно работают. Но мы добавили великолепный просто коллектив, который называется Виолин Дуо. Это очаровательные девушки, которые будут отвечать у нас за симфоническую часть. И один из лучших барабанщиков. Солист оперного театра. Да, ну не солист, а барабанщик. Ну барабанщик в плане. Слава Янчук, великолепный баянист. Кстати, вот несмотря на то, что это рок-группа, мы даже взяли бы нам баяниста. Потому что это такой будет очень неожиданный такой какой-то поворот. Вот Владимир Войцеховский, гитарист Володя Павлещук. Я боюсь кого-то обидеть, потому что людей, чтобы кого-то не забыть. Но у нас будет много музыкантов, то есть порядка, может быть, где-то 10 человек на сцене будет находиться. Вы втроем впервые совместно работаете? Абсолютно верно. Да. Как у вас конфликты какие-то между собой возникали при составлении самой программы? Это было как-то коллегиальное решение? Либо есть у вас там кто-нибудь главный, кто решает? Как давно репетировать? Кто решает? Два месяца назад. Два месяца назад. Мы как задумали, так, собственно, и пошли сразу в бой по отбору материала. Очень важно было подобрать песни, которые, во-первых, подходят лично исполнителю, чтобы не набирать лишь бы просто хиты, чтобы они прозвучали, а чтобы они прозвучали убедительно. Потому что, например, какие-то песни, которые, например, я хотел исполнить сольно, в итоге, допустим, исполняются трио. Или наоборот, песня, которая у нас была в попытке исполнить трио, она ушла кому-то в сольный репертуар. Или вообще была убрана с концерта. То есть и такое, конечно, тоже есть. Кого вы видите по качеству своих зрителей? Это должны быть в основном женщины? Ну, честно говоря... Хотелось бы. Красивые дамы. Ну, если концерт называется «Мужчины поют о любви», то, несмотря на то, что, конечно, в первую очередь это адресовано прекрасное половине человечества, но я вполне думаю, что это может быть и... Вдруг мужчины, которые не умеют пить, захотят реабилитироваться и привезти своих женщин на... Да, да. Вы знаете, верно заметил наш продюсер Владимир Симонян. Он сказал о том, что те, кто придут с половинками, естественно, получат тоже удовольствие, но те, кто придут сами, смогут даже найти свою половинку. То есть мы надеемся, что будут и мужчины, и женщины, и разные, и разные компании. Но с учетом того, что больше половины билетов уже находится на руках у наших зрителей, вот, ожидается аншлаг. Где можно будет приобрести билеты? На сайте «Укртикет» во всех кассах продаж. Ну, замечательно. Мы желаем вам хорошего концерта, хороших, благодарных зрителей, конечно, аншлага. Давайте еще раз, у вас есть возможность пригласить всех на свой концерт. С удовольствием. 29 мая мы приглашаем всех в Украинский театр на концерт «Мужчины поют о любви», где Максим Любачевский, ваш покорный слуга Слава Благов и Алексей Рябоволик в сопровождении самых лучших музыкантов города будут исполнять, ну, пожалуй, самые-самые лучшие хиты всех поколений. Ожидается целый день дождь, приходите, а у нас будет тепло, уютно, солнечно, интересно и душевно. Ну что ж, спасибо за то, что пришли к нам сегодня в гости. Я напоминаю, у нас в гостях были организаторы, исполнители проекта «Мужчины поют о любви» Слава Благов и Алексей Рябоволик. Спасибо вам огромное и успеха на концерт. Спасибо, что пригласили. Еще раз вам хорошего концерта желаем. Ну, а мы подытожим нашу сегодняшнюю программу. Сегодня мы говорили о соседях, ну, и единственное, что к какому выводу пришли, что если вы являетесь хорошим соседом, то и вокруг вас тоже будут окружать вас хорошие и доброжелательные люди. В общем, как аукнется, что называется, так и откликнется. Да, мне кажется, действительно, самое главное в любой ситуации – это оставаться человеком, будь то соседи, коллеги, друзья, да кто угодно, и вести себя. Соответственно, стараться все-таки находить компромиссы. Пятничный эфир «Утро на седьмом» мы заканчиваем. Желаем всем продуктивного последнего рабочего дня этой недели. Ну, и, конечно же, хороших солнечных выходных. Для вас сегодня два часа работали. Анатолий Гуртовой. И Ольга Ермоленко. Всем удачных выходных. И до встречи в понедельник. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова